Полно вам, люди, Себя сквернять Недозволенной пищей, Овидий. Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое. Совершенно игнорирую о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное – вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное – целебное блюдо, съем которое, мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма, укрепим свое здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и ее ведущий Геннадий Малахов. У нас сегодня в гостях певица Полина, участница ТВ-шоу «Каникулы в Мексике-2». Полиночка, доброе здоровьица. Здравствуйте. А что мы будем с тобой готовить? Как бы вот Мексика-Мексикой, но сегодня я решила приготовить русский народный щавелевый суп. Все-таки весна на дворе, хочется чего-то более легкого, здорового, питательного. И в нашей семье принято весной варить щавелевый суп. Поэтому по маминому рецепту, но без картошечки, я просто ее не очень люблю. Попробуем сегодня что-то сделать. Давай. С чего мы начнем? Я думаю, начнем мы с лучка. Его нужно обжарить у нас на сковородочке. Хорошо. Я занимаюсь лучком. Да. Порежу. Все верно. А ты что будешь делать? Я думаю, что порежу пока петрушечку. Хорошо. А щавель надо будет резать или нет? Безусловно. Но щавель у нас в конце пойдет, потому что он быстрее всего готовится. Действительно. Я режу лучок. И пока Полина петрушечку делает. Вот, кстати, петрушка способствует тому, что лишнюю воду будет выводить из организма. И важно отметить, а почему мы готовим щавелевый суп? Оказывается, щавель, он по своим свойствам очень целебен. И целебен с позиции того, что он содержит очень много бета-каротина. Кстати, он вообще рекордсмен по бету-каротина. Он, значит, превосходит тыкву, морковь и даже таблепиховое масло. Надо же. Вот. Поэтому он самый-самый. Значит, для чего нам нужен бета-каротин? Ну-ка расскажите. Не знаю, вообще понятия не имею. Для меня это будет открытие сегодня. Так, что мы делаем? Сейчас я обжарю на сковородочке лучок на подсолнечном масле. Давайте. Сейчас мы... Вот она, маслица у нас есть. Оливковая? Оливковая. Можно и подсолнечная, можно и оливковая. Чуть-чуть. Так, чуть-чуть. Ну да, что-то. Хорошо. Теперь добавляем лучка. Это у нас поджарочка для нашего супа. Вот. Зашкорчила. Что еще там надо? Я думаю, что нужно натереть на терочке у нас перчик. Хорошо натираем перчик. Желтенький. Как наш сегодняшний солнечный день. Действительно, день у нас удался. А я продолжу рассказ о бета-каротине. Пока Полиночка готовит. Значит, кому нужен бета-каротин повышенных количеств? Это, прежде всего, людям, употребляющим малокалорийную и недостаточно богатую питательными веществами пищу. Представляешь, кому нужен? А также лицам, кто испытывает полученную потребность в питательных веществах. Ну, например, тех, кто занимается физическим трудом. Вот, кто много гастронирует. О, прям для нас, артистов. Женщинам, которые находятся в интересном положении, ждут ребеночка. Кормящим семям надо питательные вещества. Особенно бета-каротин. То есть, всем беременным надо набегать на щавелевый суп. Обязательно на щавелевый суп. Потому что, чтобы сохранили они свою красоту, иначе все полезные вещества отдадут ребеночку. Так, кстати, что мы там дальше делаем? Так, у нас... Сейчас мы... Сюда что мы? Да, и сейчас мы добавляем поджарочку. Но надо ее сейчас еще, думаю, чуть-чуть обжарить. Давайте. А это сюда уже добавляем? Нет, после поджарочки мы добавляем. После поджарочки, хорошо. Да, потому что у нас все очень быстренько готовится. Да. Так, а я дальше продолжу. Чем... Вернее, кому нужен нам бета-каротин? Это тем людям, которые злоупотребляют алкоголем и наркотиками. К сожалению, сейчас страдают некоторые люди этим. Также людям, которые страдают изнурительными хроническими заболеваниями или длительное время, имеют высокую температуру. То есть организм борется. А для того, чтобы он боролся, необходимо, знаешь, как в бою. Снаряды, патроны. А где их брать, если не будет ни снарядов, ни патронов? Солдат останется не боевоспособным. Потому что по организму был также боевоспособен, надо бета-каротин. Очень интересно. Очень интересно. Я думаю, что нам нужно как раз-таки уже лучок добавлять в наш бульончик. Давай, лучок добавляем. Вот мы добавили лучок. Есть у нас. Есть. Теперь что мы добавляем сюда? Сейчас у нас минуточки-две пожарится, проварится точнее, и мы добавим наш болгарский перчик. А, кстати, Геннадий Петрович, я хотела спросить. Я вот не люблю как раз-таки картошку, и правильно ли я это делаю? Потому что моя мама упорно каждый раз кладет в этот суп картошку. Я, знаете, так втихаря из тарелки ее так выкладываю. Выкладываю, да. Дело в том, что картофель по себе, конечно, хороший продукт, но он сохраняет свои полезные свойства. Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Он еще полезен в январе, а дальше он начинает вытачивать свои полезные свойства. И где-то в марте, а тем более в апреле, он уже старится, и там вырабатывается один из таких ядов, который называется солонин. Поэтому этот картофель уже не совсем полезен для нашего здоровья, и его лучше всего уже в марте, в апреле не кушать. Поэтому ты правильно делаешь, что не добавляешь в свой щавелевый суп картофель, он и так будет нормально без него. Главное, чтобы мы слишком сильно щавель не разваривали. Да. Вот, мама, я же говорила тебе. Сейчас мы как раз-таки можем уже добавлять перчик наш болгарский. Давай, давай, добавляем. Добавляем, смело. Так, я добавляю перчик болгарский вот так вот сюда. Ай, какая вкуснятина. Добавим. Так, что еще добавляем? Сейчас он немножечко проварится, и мы для вкуса внесем нотки петрушечки. Петрушечка, полезная вещь, петрушечка, хорошая вещь. Кстати, я в детстве терпеть не могла вообще ни укроп, ни петрушку. Для меня это вот прям были... Я как видела в супе, я сразу говорила, мама, я не буду его кушать. А чем тебе не нравилась петрушка вообще? Ну, я не знаю, для меня вот этот запах отталкивал. Запах отталкивал. Вот я вообще не любитель зелени была. И вы знаете, у нас со временем, с возрастом меняются пищевые пристрастия. Почему? Потому что сладкая пища нравится детям из-за того, что они растут. И сладость лучше всего этому способствует. Дальше, когда человек вырастает, ему же нужны другие вещества, другие продукты, которые бы способствуют тому, чтобы его организм нормально работал. И в частности, они и начинают нравиться. И наши пищевые вкусы и пристрастия меняются. Кстати, слишком много петрушечки, особенно если женщина находится на ранних сроках беременности, нельзя. Потому что она обладает таким абортивным свойством. Поэтому, если женщина беременна, то петрушечки мы берем в два раза меньше, чем вот эта. Она обладает сильными свойствами. Это мочегонными, патагонными. Дробит там различные камушки в организме. И естественно действует на срыв. Поэтому ее будет осторожней. Для бабушки. Но тоже начинать постепенно. Потому что она сильно действует. Сразу петрушкой закинуться. И кстати, еще щавелечек, который содержит бета-каротин, он полезен для тех людей, кто длительно пребывает в тяжелом стрессовом состоянии. Там эмоции плохие. Кто-то как-то пережит вот эти вот тяжелые времена. Поэтому кушайте из щавеля. Почему у нас на Вилле не было щавеля? Потому что у нас нереально стрессовые ситуации были. Я думаю, если бы там был щавель, было бы меньше драк и ссор. Однозначно. Я кстати знаю, что еще нужно добавить в наш супчик чесночку. Давайте. Давайте. Супчик как раз придает... А в этот момент я засуну... Как засуну? Добавлю. Петрушечки. Давайте. Петрушечка, необходимо. Вот это хорошо. Так, чесночок. Чесночок даст особые такие вещества, которые будут стимулировать пищеварение. И мы их в виде такого додавленного чесночка сделаем. Не будем его резать, а мы просто-напросто его на чеснок отдалки вкладываем. Мне бы ложечку какую-нибудь. Ложечку, хорошо. Ложечка, вот она, смотри, у нас есть. Замечательная, какая красивая. Мешаем. А тем временем я давлю чесночок. Очистил, вставляю в чеснок отдалку и сюда так. Раз. О, как мелко он выдавился. Я очень люблю чеснок с детства. Вот прям везде его сую. А почему, ты знаешь? Не знаю. Ручки у тебя мерзнут? Мерзнут? Вообще проблема семейная. Вот, оказывается, чесночок способствует тому, что он поднимает в организме так называемый огонь. Вау. То есть обогревает его. Значит, улучшает пищеварение, улучшает продвижение крови по капиллярам, по кровеносному руслу. И поэтому тебе и хочется чеснок. А, расширяет сосуды, да? Можно и так сказать. Расширяет сосуды и делает кровь горячую. Чувствуешь? Чувствую. Вот. Отлично. Полина, а вот расскажи еще про свою семью. Ты говорила про бабушку свою, чем там бабушка занимается. Да, у меня бабушка с дедушкой долгожители. У меня дедушке 89 лет, а бабушке 82. Да. И они у меня еще здоровы, веселы. Но бабушка недавно у меня сломала шейку бедра. Поэтому сейчас она у меня лежит. И поэтому я бы вот поинтересоваться хотела, чем бы ей сейчас питаться, чтобы у нее быстрее заживала кость. Действительно, это, так сказать, проблема, которую надо решать. Единственное, я сейчас хочу сказать, что долгожителями называются люди, возраст которых больше 90 лет. Они уже подошли к возрасту долгожительства. Так вот, смотри, для того, чтобы все это заживало, что-то должно расти. Безусловно. Сращиваться. Вот мы взяли, это растет? Растет. Растет, хорошо. Это будет уже действовать для того, чтобы шейка бедра сращивалась. Значит, что-то мы еще, я вижу, яйца. Яички, безусловно. Белочек нужен. А вот проросшая пшеничка, которая растет, видишь, она какая? Можешь посмотреть. Вот. Она будет давать энергию для того, можешь попробовать, пожуй ее. И скажешь тогда, какой вкус, нравится, не нравится. Так вот, она будет как раз давать энергию, рост, которая необходима для того, чтобы кости срастались. А также здесь различные витамины, особенно витамины группы В, которые этому способствуют. Вот поэтому мы в наш суп, чтобы сделать его более целебным, обязательно добавим горст проросшей пшенички. Вот ты пожелала, что можешь сказать? Не поверите, но такой вкус поля, такого свежего. Вкус поля. Да. Я прям в детстве просто всю жизнь провела на даче. И знаете, бегала по полю, всегда собирала вот эту пшеницу, которая еще растет только. Мы ее раскрывали в детстве и кушали вот эти зерна. И поэтому тут у меня такой вкус с детства. Это как раз восковая спелость была в пшенице. А здесь крахмал уже превратился в солодовый сахар. Поэтому какая она вкусная была? Вот еще сладкая, кислая, горькая. Кисленькая мне показалась чуть-чуть. Кисленькая, да? Да. И, ну, не знаю, может быть, какие-то вкусовые рецепторы нарушены. Хорошо. Смотрите, я уже вылил еще чесночка. Ага. Достаточно чесночка? Достаточно. Давайте добавим чесночка в наш, шевеливый суп. И потом, когда уже все будет приготовлено, мы туда добавим пророщущую пшеницу. Кстати, этот суп очень подойдет для тех, кто восстанавливается после хирургических операций и тяжелых травм. Потому что он будет добавлять им необходимую силу. И также бета-каротин будет это способствовать. Также очень хорошо, Павелочка, слушай, этот суп, который ты готовишь, подойдет детям с ослабленным иммунитетом. Надо же. А если ты вдруг будешь мамой, что-нибудь такое. Поэтому. И, кстати, вот если говорить про бета-каротин, другие интересные его свойства. Знаешь, что он делает? Даже понятия не имею. Тормозит процессы старения. А ты хочешь его видеть молодо и жить. Кто же этого не хочет? Ну, расскажите мне, пожалуйста. Поэтому супик, который ты делаешь, пойдет. То есть, например, можно смело откушать. Можно смело откушать. И молодеть. Да. Он оказывает антисклеротическое действие. А это, значит, профилактика различных сердечно-сосудистых заболеваний, сосудов головного мозга, которыми часто страдают. Знаешь, он подошел возраст 40-45 лет, или больше, хоп, там, инсульт, инфарк, или еще. А ты уже будешь защищена благодаря? Супу. Вот. А я вот тем временем, когда мы говорим про кератин. Хорошо. Я уже начинаю резать наш... Давай, нарезай. Кстати, он дает еще профилактику различным онкологическим заболеваниям, что немаловажно. Значит, помогает при плохо заживающих ожогах, ранах. Вот. Способствует тому, что укрепляет органы дыхания, что немаловажно, чтобы дышать. Смотрен просто на все случаи жизни, и молодость, и беременность, и травмы. Мне кажется, просто можно питаться одним щавелем. Да, щавелем надо еще вот как раз правильно туда яичечки добавить. И он еще поддерживает красоту и здоровье кожи, слизистых оболочек, а также костей, зубов, волос и десет. То есть человек действительно будет простил. Да. Как ты его назовешь? Волшебный суп. Волшебный суп? Давай. Итак, волшебный суп от Полины. Теперь уже сюда мы загружаем, как ты говоришь, щавель. Щавель наш. Щавель старайтесь сильно не доваривать так, чтобы он где-то примерно полусырой. Чтобы не все качества, да? Правильно, правильно. Оттуда не испарились. Кстати, в этот момент, когда мы добавляем щавель, можно ставить яички вариться. Яйца уже должны быть вареные или же нет? Они должны быть цены. Должны быть вареные. Мы уже их сварили, но я просто говорю тем, чтобы яички... Кто еще не сварил, мы как раз таки не рассказали об этом. Хорошо. Обязательно должны быть яички в нашем щавельном супе. Яички дополняют наш суп, делая его более калорийным и питательным. И, кстати, так как здесь не присутствуют никакие крахмалы, белок с яйца будет усваиваться очень и очень хорошо. Что немаловажно. То есть мы соблюдаем еще принципы раздельного питания, приготовляя этот суп от Полины. Так, я очищаю. Кстати, еще что делает бета-каротин, это то, что еще способствует поддержанию нормальной функции предстательной железы, особенно у мужчин старше 40. То есть здесь очень важно, когда женщина готовит все эти продукты, супы и так далее. Понимаешь, вот я просто-напросто по себе знаю, у меня жена Ниночка, она не просто мать моих детей, но и в некотором смысле является и моей собственной мамой, которая следит за моим там здоровьем, чтобы я питался и был. Повезло вам с женой. Да, поэтому и все нормальные, так сказать, женщины, они хотят того или не хотят, у них есть дети и взрослое дитё, которое называется муж. И за ним надо следить. Боже. Кстати, хочу заметить, если бы все так мамы готовили и приносили на стол блюда и рассказывали полезность этого супа, я думаю, многие дети бы стали как бы активнее есть вот всё. Да, и более осознанно относиться к процессу приготовления, потому что когда готовишь своими руками, с любовью, уже твоя семья уже заряжается твоей собственной любовью, она уже как-то сплочённее будет. Конечно. Будет быть своё маму, а мама такой мне супик делала. Да, и ещё он полезен, поэтому я сегодня столько много узнала всего интересного про щавеливый суп, придум, обязательно маме расскажу. Она ещё посмотрит на нас и узнает, что картошка не полезна маме. Он почти готов. Поэтому... Снимаем мы с плитки его, выключаем тогда, смотрите, всё, выключили. И вот именно вот в этот уже готовый суп мы с вами берём, смотри, не стесняйся, горсточку, хоп, всё. Мне кажется, проросшую пшеницу можно везде добавлять, и в салаты, и в супы, и, я не знаю, в кашу, в десерты. Её можно добавлять везде. Итак, мы с вами всё это снимаем. Мы не стали сюда добавлять соль, потому что я предпочитаю соль добавлять сама по вкусу. Я, кстати, знаю, что в Европе вообще всё не солёное подают, потому что мало ли кто-то вообще не употребляет соль, а кто-то употребляет мало. Совершенно согласен, совершенно согласен. Разливайте, какой у нас должен быть. Ай-яй-яй, как вкусно. Зелёный, цвет весны, когда всё зеленеет. Кстати, цвет зелёный успокаивает ещё дополнительно. Конечно. Кстати, по вкусу можно добавить мясца, если кто хочет. А яйца ж мы ещё не добавим. Конечно, сейчас я ещё себе налью. Хорошо. Добавлю яйца. И у нас получается, что тут полноценное пойдёт усвоение и яиц, и белки те же имеются. Яйца – это самый лучший вообще белок, животный, который может быть. Я, кстати, знаю, что этот суп ещё диетический достаточно. Так что те, кто заботится о своей фигуре, они могут смело его употреблять. Конечно. И очень важно тогда в связи с этим подчеркнуть, что придерживаться диеты надо в течение всей жизни, а не в течение какого-то определённого срока времени. После мы набрасываемся на колбасу, на сало, на хлеб и так далее, на пирожные, там, чаи и поправляемся. Ещё больше, чем сбросили. Поэтому вот целебная кулярея вас учит, какие продукты использовать для того, чтобы мы были здоровы, не поправлялись, были красивы и наша семья была в порядке. И оставались всегда молодыми. Да. Так, у нас ложечка. Смотрите, какой он красивый получается. Прямо вот этот глазик. У нас мы уже делаем не просто какие-то блюда, а мы уже делаем шедевры, которые ещё, так сказать, эстетическое удовольствие доставляют. Да. Так, пробуем. Попробовали. Получился прекрасный супик. Какое название ты ему дала? Волшебный. Волшебный. Хочу спеть что-то из своего репертуара. У меня мой любимый молодой человек, Вэл Никольский, он пишет мне песни, поэтому сегодня я спою песню под кожей про витамины. Давайте. А ты у меня под кожей, без друг друга не можем, но будь со мной осторожен, под кожей, о боже, о боже. На этом мы заканчиваем целебную кулинарию. Вы видели приготовление нашего волшебного супа от Полины, поэтому используйте и здоровейте, и красивейте. Красивейте. Доброго вам здоровьица. Пока. Все программы на ТВ рассказывают о вкусной и бесполезной, а то и вредной для здоровья кулинарии. Только наша программа рассказывает о полезных свойствах продуктов и целебной кухни. Пишите нам, присылайте свои рецепты, рассказывайте о том, как они вам помогли исцелиться. И помните заповедь древних врачевателей. Пусть лекарством будет пища, а пища лекарством. С вами была целебная кулинария. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok